Здравствуйте! В Карабахском конфликте серьезный поворот событий. Азербайджанские медиа и азербайджанские официальные лица заявили, что нанесли удар превентивный по размещавшимся на территории Армении ракетным комплексам. С ракетами тактическими, которые обстреливали по сведениям Азербайджан. Азербайджанские города готовились к удару по Менгичевирской ГЭС, что безусловно вызвало бы экологическую катастрофу, если бы все воды Куры, которые сосредоточены там в Менгичевирском водохранилище, рухнули потом на города и долины Азербайджана. Обстреливали Гинжу и так далее. Косвенно эта информация подтверждена армянскими источниками, которые заявляют, что Азербайджан нанес удар по военным подразделениям, которые базировались на территории Армении. Армения этого ждала. Они очень хотели, чтобы война перенеслась на территорию Армении, чтобы иметь формальный повод втянуть Россию в эту войну по линии ОДКБ. Поэтому давайте еще раз рассмотрим, какие уровни существуют конфликта в этой Карабахской войне. Я считаю, что он похож на матрешку, как будто пять таких, знаете, вложенных друг в друга каких-то корпусов, пять вложенных друг в друга контуров. И давайте последовательно пройдем снизу доверху. Самый первый уровень это, собственно говоря, конфликт двух народов, армянский и азербайджанский народ. Я считаю, что народы легко могут договориться между собой. Народам всегда понятно, где кто будет жить, где, как, на каком языке говорить, какая еда там, какая религия и тому подобные вещи. В Советском Союзе азербайджанцы и армяне, может быть, и не любили друг друга прямо в засос. Ну, в общем, жили вместе на территории Армении, жили сотни тысяч азербайджанцев, на территории Азербайджана сотни тысяч армян. И, как говорится, никто никому глотки не резал и никто никого не прогонял с тех мест, где похоронены его предки. Поэтому война между народами, эта война на самом деле народам совершенно не нужная. Народы в этой войне не нуждаются, ни азербайджанский, ни армянский народ. Дальше проходим на уровень государства. Тут у нас есть уже два субъекта. Есть государство Азербайджан, которое на всех мировых картах обозначено понятными границами. Границами, которые совпадают с границами Азербайджанской Советской Социалистической Республики. В формате этих границ Нагорно-Карабахская автономная область или Нагорно-Карабахская республика, как ее сегодня называют контролирующие ее армянские политические силы, политические и военные движения, она находится как бы внутри бывшей Азербайджанской ССР. То есть никакое государство на земле не поставило под сомнение эти границы, в том числе и сама Республика Армения. Поэтому Азербайджан чисто формально восстанавливает свой суверенитет на той территории, которая признана всеми международными правами. С другой стороны, конечно, там живут армяне. Тут уже эта связь с первым народом. Живут армяне, которые считают это своей родиной и которые тоже борются за это долгие годы. Поэтому, безусловно, государство Азербайджан должно обеспечить, как это принято в 21 веке, права и этих людей, которые там живут, рассмотреть их взгляды на будущее, их предложения по формированию этого будущего. Но есть еще один непонятный мне субъект Республика Армения, которая де-факто вроде как в войне не участвует, однако де-юре ведет переговоры с Баку о прекращении войны. Так кто участвует в войне? Нагорно-Карабахская республика или Республика Армения? Ереван ведет переговоры о перемирии. Стало быть, это армянская армия на территории Азербайджана, общепризнанной всем мировым сообществом, ведет боевые действия. Если у непризнанной Нагорно-Карабахской республики есть тактические ракеты, типа Точка-У или Скат, или Искандер, допустим, то откуда как это оружие могло попасть в политическое образование, которое населено, ну дай бог, 200 тысяч человек там наберется? 200 тысяч человек при даже самой невероятной мобилизации не могут дать армию, которая может защищать такое огромное пространство. Плюс государство Армения до конца непонятно. Там живет народу меньше, чем живет армян на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, в Ростовской области. Тем живет армян во Франции или в Турции. Даже в Турции, по-моему, вот в совокупности в Сирии, в Турции и в Ливане армян больше, чем в самой Армении. В Калифорнии. Чьи интересы защищает государство Армения? Граждан государства Армения или армян? Армянство всего мира. Переходим к третьему уровню. Третий уровень конфликта, это, собственно, вовлечение в него транснациональных игроков. Мы, я не знаю, это так называемые миллиардеры, влиятельные люди, которые не живут ни в Армении, ни в Азербайджане. Они живут в Монако, в Ницце, в Калифорнии, в Лондоне, в Москве, там и так далее. Ну вот, мы знаем нескольких азербайджанских миллиардеров, там, Агаларов, допустим, там, или выходцы из Азербайджана, Готнисанов, Зарахалиев, значит, горские евреи, там еще другие, там, Вагит Олегперов и так далее. Я что-то не слышал от них призывов и заявлений давать там деньги на вооружение азербайджанской армии и все бросить силы на то, чтобы это, наверное, они жертвуют деньги, как Михаил Салоныч Гусман пожертвовал деньги, бакинец урожденный на азербайджанской армии, там и так далее. Но мы видим постоянно участие крупных армянских транснациональных мультимиллиардеров в поддержке разжигания этой войны. Такое ощущение, что эти люди, которые имеют в своих карманах паспорта всего мира, хотят превратить армян Нагорного Карабаха и Армении, которые могут договориться с азербайджанцами на понятных условиях о совместном бытии, просто в инструмент для достижения своих собственных целей. Вот, значит, армяне там должны умирать, эти молодые ребята на поле боя. Население Степанакерта должно подвергаться артиллерийским ударам, ракетным обстрелам, как и население Генжи или Менгичевира, там, или Тертева. А они должны как бы курсировать между Москвой, Лондоном, Нью-Йорком, Парижем, значит, где-то там представлять свои интересы и заодно продавать оружие. Есть немалая информация о том, что крупные армянские торговцы оружием очень даже неплохо зарабатывают на этой войне. Заинтересованы они в этой войне? Конечно, заинтересованы. Переходим на четвертый уровень, уровень так называемых региональных игроков. Россия, Турция, Европейский Союз, Иран, Грузия в какой-то степени, там, понимаете, еще другие какие-то силы в регионе, там, государства, значит, Средней Азии, Казахстан и Туркменистан. Конечно, у всех есть свои интересы. Но очевидно, что Россия и Турция не хотят сталкиваться в непосредственном военном столкновении. И есть одновременные силы, которые их очень хотят втянуть в этот конфликт, которым надо проверить. Теоретически, сами-то они живут в Лондоне, в Калифорнии, в Нью-Йорке или в Париже. Кто сильнее, мол? Вот Турция, организованная по натовским стандартам, или Российская Федерация, организованная по советским стандартам, модернизированным в эпоху Сердюкова и Шойгу. Кому это надо? Надо это русскому народу, надо это турецкому народу. Я очевидно вижу, что президент Путин и президент Эрдоган не хотят этого столкновения. Поддерживают контакты. Турецкая парламентария и турецкий МИД, как и российский МИД, делает заявления в отношении России, которые нельзя назвать враждебными. Со стороны России звучат такие же заявления по отношению к Турции. Две страны, которые могут конфликтовать в Сирии, в Ливии, в Грузии и удерживаются от прямого столкновения, потому что сотрудничество между Россией и Турцией, это взаимовыгодное сотрудничество. На территории Турции проживает более миллиона граждан Российской Федерации, которые живут, работают, зарабатывают деньги, обеспечивают связи Турции с Россией. Это гораздо даже больше, чем диаспора армянская, проживающая, возможно, во Франции. Или, по крайней мере, сравнивая с этим. Экономический объем с Турцией, один из самых больших для Российской Федерации. Отдыхать сегодня российские граждане валом повалили именно и только в Турцию. Даже в любую страну Европы или в любую страну мира вы можете попасть сегодня только с пересадкой практически через Стамбул. Он является таким глобальным хабом. И вот кто-то хочет, ну понятно кто, стравить Россию с Турцией любой ценой. Потому что им же наплевать и на турок, и на русских, и на граждан нашей страны. Им надо зарабатывать свои деньги. На крови армянского народа, на крови азербайджанского народа, на крови турецкого народа, на крови русского народа. Региональные игроки ведут очень осторожную такую партию. Конечно, если вдруг состоится мир на условиях, которые предлагал Путин еще до прихода Пашиняна к власти, которые, по-видимому, приняли обе стороны, и Сырксян, который свергнут был Пашиняном, то, конечно, это делало бы Путина номинантом на Нобелевскую премию мира. Потому что это вам даже не Крым захватить. А это как бы урегулировать конфликт. Вот Азербайджан доволен тем, что вернулись территории. Карабахские армяне довольны тем, что их защитили, их суверенитет в какой-то степени, их права отстояли. Все как бы были довольны. И все это было под эгидой Москвы. Все это сорвал Пашинян и транснациональные спекулянты, стоявшие за спиной Пашиняна. Это важный момент для понимания. Поэтому региональные державы, да, имеют свои интересы, но это как будто бы шахматная партия. Сейчас Армения пытается втянуть Грузию в войну. Пашинян, сошедший с ума, заявил, что Джавахетия, это часть Грузии, это, дескать, исконная Армения. Даже назвал это, значит, армянским названием. И им очень надо, чтобы Грузия возмутилась. И это дало повод, допустим, для каких-то партнеров Армении в России пробить коридор через Грузию в Армению для поставки военных грузов. Им очень нужна эта война. Они решают свои интересы. А у нас какие интересы? Я понимаю, почему там орет и бегает Семен Багдасаров на всех ток-шоу. Он просто давно как бы является агентом определенных сил, которые заинтересованы в том, чтобы Россия бесконечно втягивалась в войны. Семен Багдасаров меня назвал исламистом, потому что я, мол, выступаю в поддержку Азербайджана. Но тогда и архиепископ Бакинский Александр, господин Багдасаров, по вашему мнению, тоже исламист, потому что он служил молебен за победу азербайджанской армии. Как и многие раввины в Азербайджане, которые тоже подписали письмо Ильхаму Алиеву об успехах азербайджанского оружия, тоже исламисты. Кто? Светский азербайджанский режим это исламисты. Недаром Семен Багдасаров все время получил порожие от Архана Джемаля в финале записи программы Романа Бабаяна, когда Семен Багдасаров стал оскорблять память покойного Гейдара. И Архан попросил его, чтобы он просто прекратил оскорблять память его отца покойного. Багдасаров продолжил. После окончания программы они вышли, и Арханову спросил, не хочешь извиниться? Багдасаров стал брызгать слюной. После этого Архан сам десантник, бывший боец спецназа ВДВ, служивший в Мукачевской дивизии в Закарпатье, просто накатил ему так, что Багдасаров улетел кубарем, ломая декорации. А Архан, царство ему небесное, пошел по своим делам. Поэтому Багдасаров, как говорится, битый Багдасаров, сиди и не рыпайся, и иди пиши донос на архиепископа Бакинского Александра. Пятый уровень. Пятый уровень, это уровень глобальных игроков, для которых мир, это вообще ничто, для которых народа, это просто мясо, страны, это просто пятна на карте. Это игроки, которые сидят в Лондоне, в Париже, в Пекине. Это те, кто рассматривают человечество как инструмент для реализации собственных амбиций, для реализации собственной гордыни, служения сатане. Нужен им Карабахский конфликт? Конечно, нужен, по разным причинам. Потому что, значит, тут, как говорится, газ не будет в Европу поставляться, или Средняя Азия будет переориентироваться на Китай, если там будет война, например. А сейчас Среднеазиатский газ, Туркменский, Казахстанский, планируется в Европу. И так далее, и так далее, и так далее. В итоге приходим к финалу. Единственными, кому этот конфликт не нужен, и кто хотел бы его завершения, это являются армянский и азербайджанский народ, и реальные государства, представляющие их интересы, которые совпадают с границами бывших советских республик. Недаром агент международный Пашинян, иначе назвать не могу, заявил публично на Мюнхенском саммите, в дискуссии с Ильхамом Алиевым, что с исчезновением СССР границы внутри СССР больше не имеют смысла. Таким образом, просто провоцируя народа Российской Федерации на гражданскую войну. Поддерживаете вы эту позицию Багдасаров и другие лоббисты Пашиняна сегодня в России? Поддерживайте, так несите тогда за нее ответственность. Это и есть поджигание и экстремизм, поддержка этих слов Пашиняна, межэтнической, межнациональной розни в Российской Федерации. Мы этого не хотим. Мы считаем, и я, например, считаю, что суверенитет современного цивилизованного государства, таким является Азербайджан, важнее, чем этнические фобии, ссылки на Геродота, страхи, ненависть, желание ловить рыбку в мутной воде и желание зарабатывать на страданиях и на войне. Еще хотел бы момент. Тут очень стали кричать, что я обвинил Сергея Нарышкина в том, что он там, дескать, мол, является армянским лоббистом. Я хочу просить извинения у Сергея Нарышкина, я просто не точно понял его цитату. Он упомянул сначала запрещенный в России Джабхетан Нусру, который якобы перебрасывал в зону конфликта, но в конце своей цитаты сказал и курдские боевики. Я понял, на самом деле Сергей Нарышкин имел в виду совсем другое, нежели я интерпретировал. Так как Джабхетан Нусру не существует запрещенной в России террористической организации уже много лет, она просто самоупразднилась, об этом было объявлено, то и переброшена она быть не может. А вот курдские боевики, антитурецкие, естественно в Армению переброшены. Поэтому скорее слова Нарышкина адресованы к Армении. Не используйте те силы, которые сторонами конфликта считаются террористическими. Поэтому я, как говорится, беру свои слова обратно и понимаю, что это на самом деле было заявление гораздо более содержательное, глубокое, чем мне показалось на первый раз. На самом деле, те, кто хочет сегодня имитируя или реально перебрасывая группировки, которые Турция или Россия или считаются террористическими в зону Нагорно-Карабахского конфликта, работают на втягивание России и Турции в этот конфликт, на войну между ними, чтобы потом ловить грязную, мерзкую, кровавую свою рыбеху в этой войне страдания русского народа, турецкого народа, армянского народа, азербайджанского народа, народов Кавказа и народов всей нашей великой бывшей советской родины, которые они стравливают между собой и потом строят свои шикарные особняки, зарабатывая на крови, страданиях и унижениях народов бывшего Советского Союза. Единственным способом прекратить межэтническую, межплеменную рознь это восстановить власть Советов, восстановить государство, в котором политические интересы всех будут превосходить над этническими, племенными интересами отдельных групп. Это был Максим Шевченко, подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки.